Всем привет! Вы на канале Ольга Ворончихина. С чего начинается ваше утро? С чашечки кофе? А мое утро начинается по-другому. Сейчас вам покажу, как оно начинается и как продолжается. Вот с чего начинается мое утро. Только я умылась, я сразу накладываю порцию еду зиме и порцию еды к моему кузе. И точно так же у меня начинается вечер, когда я прихожу с работы. Животные всегда хотят кушать. Вот видите, здесь у меня так-то корм для симы, а вот там для кузи. Они бегают, знаете, меняются. Я первое время их держала в заперти. Дверь закрывала, одного в одной комнате кормила, другого в другой. Потому что у одного для стерилизованных котов корм, у другого для котят. Я думаю, симе это не страшно было, то, что нам для котят ест. А вот кузи для стерилизованных ест. Не знаю, чем это для него отразится. Сейчас он просто уже постарше стал. А первое время я их строго-настрого держала по раздельности. Смотрите, какой отличный аппетит у кузи. Съел все, симы. Побежал доедать то, что не доела сима у него. Сейчас все съест везде. Подросток, одно слово. Кошки у него очень чисто плотные. Вот я каждое утро мой лоток меняю, вот кладу столько наполнительных на двоих. У меня никакого запаха абсолютно. Кошки ходят в лоток. Самое страшное, когда я заводила кузю, я думала, будет ли он ходить в лоток. И как они поладят с симой. Но все, пришло замечательно. С симой они ладят. Сначала, конечно, не ладили. Ну и в лоток ходит. Нигде ничего не гадит, не медь. Это меня радует. Единственное, что мне нравится, что он обдирает обои. Вот видите, это дело его когтей. Конечно, я все это устраню потом. Пока он еще растет. Подростковый у него возраст. Видите. Хотя когтеточкой пользуются активно. Оба причем. Кто не знает, Кузю я нашла 23 июня в поселке Большой Исток. И привезла домой. Конечно, сначала это был очень грязный котенок. Там было очень много клещей в ушах. Всяких червяков внутри. Я ему два раза делала обработку. Это лекарство идет тройного действия. От блох, от клещей и от глистоконного. Глистоконное. Еще ушки, еще закапывали капельки Барс. Но в результате все у нас хорошо стало. Сейчас я поставила прививку. Комплексную сначала первую. Вакцинацию. Потом мы сделали ревакцинацию этой прививки. И от бешенства. Сейчас нам нужно вставить ему только через год. Прививка такая же тройного комплекса. Как значение, действие. Там она идет от трех болезней. От чунки кошачьей. Там еще чего-то не помню. И еще одну прививку от бешенства. Все делается за один раз. Ну и еще я его кастрирую. Где-то в середине ноября, наверное, пойду. Потому что по возрасту мы определили свет врачом, что он родился где-то в апреле. Может, в начале так апреля. В общем, в октябре. Вот ему в начале октября будет шесть месяцев. А котиков кастрируют. Ну, лучше в семь месяцев их кастрировать. И я уже, чтобы подстраховаться, пойду после половины ноября. Чтобы ему точно было уже семь месяцев. В общем, котик такой пришел сначала. Они так с Симой не дружили. Конечно, она его встретила так агрессивно. Но потом они со временем, конечно, подружились. Сейчас они друзья лучше. Но, конечно, у них сейчас бои. На фоне того, что у него гормональный фон сейчас уже прыгает. Потому что он же подросток. Ему уже требуются кошечки. А она у меня, девочка, стерилизованная. Так вот, хороший кот. Все. Единственное, что обои рвет, я вам показала, да? Недостаток. Но это со временем пройдет. У меня тоже маленькая Сима. Она висела на шторах опять. Этот на шторах не висит, но рвет обои. Какой у него недостаток, еще на столы лазит. Вы знаете, Сима у меня совершенно равнодушна к любой еде с моего стола. Будь то колбаса или рыба. У этого совершенно другое уже. Все, чтобы он не услышал, ему надо проверить, что там на столе. Если рыбу я раздел, он прямо вот лезет туда. Приходится постоянно его выгонять. А так, хороший котик. Славный. Значит, они подружились с Симой. Он как-то хорошо влился в нашу семью. Так что, нисколько не жалею, что его подобрала. Вот посмотрите, что делают мои кошки. День и ночь у них одна битва. Кузя сейчас в таком возрасте подростковом. Его скоро надо будет тастировать. И он прямо Симе покоя не дает никакого. Бедная моя девочка. Да. А здесь у меня что? Здесь у меня закипели овощи на аджику. Я взяла 3 килограмма перца болгарского, 2 килограмма помидор, 300 грамм острого перчика, полкило чеснока. Сейчас я буду сюда добавлять 40 миллилитров уксуса столового, 100 миллилитров масла растительного, 40 грамм сахара и 40 грамм соли. Сейчас все перемешаю, поставлю на медленный огонь и пусть варится полтора часа. Потом разложу по стерилизованным банкам и аджика на зиму готова. Ну что ж, процесс запущен, его не остановить. Крышки я помыла с содой. Они у меня стерилизуются. Баночки, как видите, я подготовила с содой, помыла. Тоже стерилизуются. А аджика кипит. Будем ждать конечного результата. Я всегда беру баночек побольше, чтобы лучше пусть останется, чем не хватит. Я думаю, что одна-то банка здесь точно лишняя. В общем, сейчас я подготовлю полотенце и буду ставить на полотенце готовые баночки. Ну что ж, сварилась аджика. Банки простерилизованы. Сейчас будем раскладывать, посмотрим, какой выход у нас получился. Кстати, слышите, у меня стирает машина. Ну, нормальное такое утро, да, среднестатистической женщины. Машина стирает белье. Кошки накормлены, ухожены. А аджика сварена. Остается ее упаковать и идти со спокойной совестью на работу. Ну, в общем, как я и говорила, одна баночка будет лишней. Одна шесту, да, малая баночка у меня свободная. Вот вышло у меня по выходу шесть банок на пол-литра и одна на 0,65 из этого количества продукта. Ну вот и все. Сейчас я укутаю это все пледом до полного остывания. И хранится у меня аджика будет дома, в шкафу. Вот у меня осталось маленько на пробу. Попробовала. Ох, огонек! Хороша чертовка! Ну, а на сладкое пакет с мусором. Когда я начинала вести канал, я всегда утро свое продолжала тем, что выбрасывала мусор. И сейчас то же самое. Я говорила, что я мусорная королева. Вот это точно. Короны у меня нет, а мусора полно. Ну все, ребятки, всем пока-пока! Удачного дня! С вами была Ольга Ворончихина и мои кошечки Кузя и Сима. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok